Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Привет! Бонжур, шалом, хеллоу! И мы продолжаем изучать Тору. Завтра моего урока не будет, но сегодня я вам дам ссылочку на очень полезный... Вчера была вот такая полезная лекция очень, которая называлась «Практическая мудрость Торы», где я час объяснял, как вот практически в жизни применять те знания, которые мы получаем. Очень, я считаю, полезная лекция, там прям четко все разъяснено, и как молиться, и как учиться, и как заповеди делать, как все это соединять в практический инструмент изменения своей жизни, улучшения своей жизни, духовной жизни, материальной жизни. Значит, поэтому завтра у вас будет время посмотреть этот часовый, прям выделите время вместо завтрашнего утреннего урока. У вас будет просмотр вот этой вот лекции, называется «Практическая мудрость Торы». Вчера в Нюрнберге, в Синагодии, я как раз проводил эту лекцию. Хорошо, а сегодня мы продолжаем изучать по нашей программе. У нас программа простая. Вначале мы изучаем 10 минут книгу, которая называется «Береди свою речь». Изучаем заповеди, законы, связанные со злоязычием, со сплетнями, чтобы, не дай Бог, в этом не спотыкаться, потому что это очень страшные запреты Торы, очень много их нарушает человек, который говорит злословие или сплетни. И, значит, мы изучаем, вот как не споткнуться, практически абсолютно уроки с разбором ситуации. Потом, вторая часть у нас идет, мы изучаем важнейшую книгу, называется «Краткая книга заповедей», где перечислены заповеди, актуальные в наше время. И как раз мы изучаем, как эти заповеди соблюдать, чтобы через заповеди соединяться со Всевышним. И в конце, если мы успеваем, у нас есть рассказы про праведников, как праведники, которые были полностью, знали Тору и полностью служили Всевышнему, как они это применяли в жизни. Значит, рассказы, если успеваем. Теперь, значит, сегодня мы начинаем с девятнадцатый пункт у нас в книге «Береди свою речь» Рава Зелега-Плистина. Да, у нас, видите, со всего мира, из Италии, из Черновцов, из Белоруссии. Прям очень приятно, что мы живем в такое время, когда даже царь Соломон, у него не было такой возможности проводить такие уроки через Фейсбук. К нему все приезжали, весь мир тогда к нему приезжал. А сейчас любой лектор платформы Ваикра, он может обучать Торе в любой точке мира. И его можно слушать из любой точки мира. Это очень сильно. Хорошо. Значит, девятнадцатый пункт Рава Зелега-Плистина из «Береди свою речь». Обсуждение старых друзей. Представьте ситуацию. Допустим, вы неожиданно встретили бывшего одноклассника или жителя вашего города, который вы потянули много лет назад. О чем вы беседуете с ним? Значит, об общих знакомых, об общих знакомых. Отлично. Теперь, но когда вы обсуждаете общих знакомых, то что? Скорее всего, он вам скажет о ком-то что-то не очень хорошее. У этого как дела, у этого, у этого так, а у этого как, а у этого так. Так, и если у вас нет к этим знакомым никакого дела, то получается, что вы его провоцируете, говорит Лошонара. Причем в этом, в этой, вот я реально наблюдал. Случай прям точно как в книге. Давайте вот смотрите. Он приводит иллюстрацию. Надав 10 лет провел в Ешиве. То есть, еврейские молодые люди, вот у меня сыновья, например, да, они учатся в Ешиве с, получается, до 12-13 лет они учатся в Хедере. И с 13 лет до свадьбы, до 20-21 года они учатся в Ешиве. А Надав 10 лет учился в Ешиве. Значит, он в 22 года, например, он ушел из Ешивы. Минуло два года, как он оставил учебу. И вот он случайно встречает своего друга Аарона, который продолжает учиться. И как же ему хочется расспросить Аарона о старых друзьях. У кого блестящие успехи, а у кого, напротив, учеба хромает. Но, поскольку такая беседа повлечет за собой целый ряд запрещенных высказываний, Надаву следует подавить себе естественное любопытство, постараться повеседать с Ааронов на более нейтральные темы. Я как-то наблюдал разговор, мой сын, прям конкретно, это книга. А я наблюдал, мой сын встретился с одним своим знакомым. Прекрасные религиозные два парня. Соблюдают заповеди, молятся, учатся в Ешиве. И как дела? Как у этого дела? Нормально. Ну, он не очень, конечно, в учебе разбирается. Я вам говорю, смотрите, нельзя так говорить. Смысл в этом? Это чисто, это получается Алашон Ара. Злоязычие. То есть, вы говорите о человеке что-то, что его унижает. Я же этого человека не знаю. Что значит, он не разбирается в учебе? Прямо он, может, относительно меня, он вообще гений. Но если я сейчас поверю в то, что вы сказали, то я уже его встречу, я его уже не буду воспринимать как вообще источник информации. Получается, вы как бы просто вот так вот сейчас взяли и сказали Алашон Ара. Не-не-не, ну мы же не Алашон Ара сказали. Ты же его не знаешь. Это же не злоязычие. Все. Я говорю, секундочку. А если я его узнаю? В общем, так говорить нельзя. И вот мы сейчас видим как раз предупреждение. Нельзя обсуждать людей. Если и обсуждать, то только в позитив. Но тут тоже дальше мы посмотрим насчет позитива. Потому что если вы знаете, что ваш позитив вызовет у другого негатив, то значит тоже нельзя. Потому что вы его провоцируете. Например, сейчас вот, например, если бы кто-то напишет там за Путина или за Лукашенко, да? То есть он скажет, а я ничего плохого не говорил, я наоборот хорошо сказал. Но сразу же в ответ могут люди, там 50 человек включатся на негативные высказывания. И пойдет сразу, получится, что тот, кто сам сказал хорошее, иногда даже сказать хорошее, это спровоцировать на плохое. Надо быть осторожным. Все. Поэтому лучше не обсуждать. Сына сейчас обсуждаем. Да, интересно. Это, значит, можно ли так делать? Если я сказал, что он ошибся, спотнулся. Нельзя было. Ошибочка вышла. Спасибо. Нельзя было сына обсуждать. Тоже нельзя было сказать так. Но, вы знаете, он сразу же исправился. Я же папа его, и я ему, указав мягко на его ошибку, он сразу же исправился. Он сказал, да, действительно, вот так вот, да? Ну, видите, то есть, как легко споткнуться на... Получается, смотрите, религиозные люди с хорошими побуждениями. И на этом спотыкаются очень часто. Поэтому, когда спрашивают, например, а вот религиозный человек, он там соблюдает, а у него неприятности. Так, вы знаете, как легко споткнуться? Это как, например, спортсмен. Вот идет спортсмен, да? Споткнулся, сломал ногу. Так что он, он что, спортсмен, это значит, он не может сломать ногу? Может сломать ногу. Спортсмен не может травмироваться? Может. То есть, понятное дело. Так вот, религиозный человек, он себя заповедями, он себя защищает. А вот надо было два человека, можно было сказать. Вот Вадим Корненко правильно советует. Спасибо, Вадим. Два человека беседовали между собой, я слышал. Вот так было бы красиво для примера, да. Но тогда действительно можно было, если это пример, можно было не указывать. Правильно. Все. Значит, если это говорить, поэтому, когда приводят примеры, то приводят примеры, как говорят, вот там, Шимон и Леви, Саша и Сережа, да? Вымышленная личность, да? Вот так надо делать. Хорошо. Сейчас у меня была какая-то история. Да, надо говорить о вымышленных личностях. Это будет самое простое, правильное, не ошибешься. Хорошо. Четырнадцатая заповедь. Дальше мы переходим ко второй книге. Краткая книга заповедей. И мы сейчас продолжаем изучать заповедь вчерашнюю. Потому что вчерашняя заповедь изучать Тору и обучать Торе, она считается самой важной заповедью. Почему она считается самой важной заповедью? Потому что без этой заповеди у тебя нет всех остальных заповедей. Узнать о заповедях, узнать о Боге, узнать о правильном поведении мы можем только изучая Тору. Поэтому заповедь изучать Тору – самая важная заповедь. И давайте на ней чуть-чуть остановимся более подробно. Заповедь изучать Тору и обучать Торе. Первым делом давайте разберем, что такое Тора. Что такое Тора, которую надо изучать. Потом разберем, как изучать и как обучать. У нас будет несколько уроков на эту тему. И вот эта вчерашняя моя лекция «Практическая мудрость Торы». Там часть ее посвящена как раз вот этому вот уровню изучения Тора. Значит, смотрите. Тора, само слово, переводится как «учение». Тора – это учение. Ора – это образование. И есть там такая, как по созвучию. Ор – это свет. То есть, Тора – это учение. И Тора – это свет. По звучанию. Значит, Тора, она была получена как учение. Вот здесь, например, что было понятно на иврите. Ораторское мастерство, когда говорят, я иду изучать ораторское мастерство. Знание ораторского мастерства. Это называется торат неум. Как бы учение о речах, о выступлениях. То есть, само слово Тора – это учение, переводится. Значит, но когда мы говорим Тора, то обычно подразумевается учение, которое Машерабейну Моисей 3333 года назад получил от Бога. Значит, две заповеди Торы слышали все 600 тысяч евреевских мужчин, которые вышли из Египта. И было где-то 2-3 миллиона всего людей, которые вместе с ними вышли из Египта. Это было такое проявление Всевышнего, что все люди, которые чувствовали духовность, они пошли туда, потому что они поняли вот этот момент, ради которого создавался мир. И вышли все в пустыню из Египта. Шли 49 дней. Как раз сегодня 29-й день после Песоха. И сегодня Песох Шени называется. Второй раз можно отпраздновать Песох. Исход из Египта, те, которые не успели месяц назад. Значит, вышли из Египта и через 49 дней на 50-й день получили Тору. Значит, это была гора Синай. Были, ну просто, знаете как, написано, что слышали, сейчас, Лапидим, были там огни, был шафар, то есть было изменение реальности. И весь народ услышал две заповеди. Я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, и не будет у тебя других богов, кроме меня. То есть есть единый, один создатель, творец мироздания, который миром управляет, и нет никаких других сил, кроме него. Нет никого и ничего, кроме него. Весь этот мир, это разные проявления Бога, но Бог, Он один, един, и это услышали все. То есть это было то, что услышали все. Но когда Бог так проявился, то люди, которые воспринимали вот именно от Бога напрямую вот эти слова, они умирали. То есть у них отрывалась их душа от тела, и вот тела падали, а они уносились туда, в небо. То есть человек не может выдержать вот этот вот, вот есть, например, если звук врубить, такой звук прям, я не знаю, в чем измеряется мощность звука, но если врубить звук по полной, то могут лопнуть ушные перепонки. Если врубит свет по полной, человек может ослепнуть. Если Всевышний, который творец мироздания, проявляется, и человек к этому не готовый это воспринимает, то у него отрывается душа, он умирает. Есть известная история, как было четыре мудреца, которые поднялись в Пардес, это самый высший уровень, куда могут подняться люди. Один из них, Бен Зума, он поднялся туда и умер, оторвалась его душа, он уже в тело не вернулся. Вот эта ниточка, связь души с телом прервалась. Бен Азай, он сошел с ума, у него повредился рассудок, то есть, когда он вернулся в тело, его духовная составляющая и материальная составляющая, вот этот вот, ну, как мозг физический, в который входит духовная составляющая, у него оно не сошлось, какие-то проводки не сходили. Знаете, он оторвался, собрался, а не сходится, и он сошел с ума. Он не мог адекватно воспринимать материальный мир. Что-то у него с системой восприятия мира сломалась. Третий, Ахер его звали, да, или Шабен Авоя, он, когда поднялся туда, вернулся, отошел от Торы. Представляете, отошел от Торы и начал идти против Бога, грешить. Тоже определенный способ сумасшествия, только выраженный в неадекватных действиях, да, то есть, есть сумасшедшие, полностью его не понимают. В чем разница между сумасшедшим полностью и неполностью? И знаете, у врачей такая, у психиатров есть такая шутка, что здоровых людей психически не бывает. Бывают недообследованные. То есть, если любого хорошо пообследовать, можно найти какое-то отклонение. У кого-то паранойя, у кого-то там раздвоение личности. То есть, можно любого определить, где его картина мира отличается от большинства. Есть большинство, это считается нормой, а есть отклонение. Так вот, есть отклонение, когда мы видим, что у человека отклонение, он говорит на белое-черное, на черное-белое, у него паранойя, он себя называет разными именами, мы говорим, он сумасшедший. А если человек говорит, например, я полечу на Марс, мы говорим, ты что, ты сумасшедший? А если его зовут Илон Маск, который до этого уже успел 100 миллиардов долларов заработать, мы говорим, ты мечтатель, ты гений. То есть, разница между сумасшествием и несумасшествием, она очень узкая. Теперь Ахер, который спустился из этого пардеса, он пошел против Бога. Но, возможно, это тоже определенная форма сумасшествия, которая у него как-то проявилась. И только Раби Атива, он поднялся и спустился с миром. То есть, он поднялся туда, увидел самые высотие выси, на которые может человек подняться своим интеллектом, разумом, как Эйнштейн, он летал на луче и понял, как устроена там теория относительности. А Раби Атива, он на своей мысли поднялся на самые высотие уровни, куда может подняться человек, чтобы постигать Всевышнего и спустился с миром, остался жив, остался соблюдать заповеди, не повредился мозгами и все у него было хорошо. Теперь все остальные не могли слышать Всевышнего и когда услышал народ две этих заповеди, они сказали Маше Рабейну, Моисею, пожалуйста, подними, ты получи от Всевышнего Тору, мы на Асэвэнишма, мы сразу говорим, мы все сделаем, что Бог от нас хочет, вот все, только пожалуйста, ты получи Тору и нам ее расскажи. Маше Рабейну, который был на уровне величайшего пророчества, он сказал, хорошо, я, говорит, и поднялся на гору Синай и 40 дней он был на горе Синай и вот он на горе Синай, значит, Маше Рабейну 40 дней получал Тору и, значит, на горе Синай он получил Тору и он спустился, чтобы, он спустился скрижалями, у него были скрижали, это были сапфировые две скрижали, которые, написано, что и скрижали сделал Бог, и заповеди на них 10 заповедей известных, это было все сделано Всевышним. И он спускается с этими скрижалями, эти заповеди, там целый, есть разбор в трактате Медила про то, как были эти буквы, то есть, было их видно со всех сторон, это было как голограмма. И он спускается с этими скрижалями и смотрит, а народ, что сделал золотого тельца. он, значит, разбивает скрижали, сжигает этого тельца, прямо он его испепелил, и, значит, что? Просит Всевышнего простить еврести народ. Он говорит, ну, они, это же не то, что они не знали Бога, они же только что слышали две заповеди, только что они слышали от Бога, они только что прошли через море, они только что 10 казней пережили египетских, то есть, они прям, ну, они не могут не знать Бога. А что это был золотой телец? Им нужен был посредник между собой и Богом. Они понимали, что постигнуть Бога невозможно, но они привыкли, что есть посредник. Кто был Моше Рабей, но у них посредник, они привыкли получать через Моше указания и так далее. Все люди по природе свои ведомые. То есть, нам всем нужен кто-то, мы на этом выросли, с детства маленький ребенок, он ведомый, его первых 10 лет жизни, его прям конкретно дрессируют. Делай, не делай, делай, не делай, делай, не делай, иди кушай, ложись спать, возьми то, оденься, так одевайся, так не одевайся. То есть, человек просто вырастает на том, что у него есть тот, кто его обучает, ведет по жизни. И вот это вот качество у 99% людей, оно настолько прошито в них, да, у них нет другого мышления, что им обязательно нужен кто-то, кто будет их вести. И когда они обратились к Аарону, к брату Маше, они говорят, сделай нам того, кто будет идти перед нами. Все, они не были против Бога. Они хотели кого-то, кто для них выражал бы божественное. Как сейчас большинство людей, не большинство людей в мире. Например, для мусульман они верят в Бога непостижимого, Бога Авраама. А для там христиан они говорят, нет, у нас есть тот, кого мы можем увидеть, нарисовать, пощупать. Вот нам приятно, что есть кто-то, кто стоит между нами и Богом, да, потому что Бог непостижим, а вот он, там, этот человек постижим, да. Хорошо, теперь, значит, Маше Рабейну получил Тору, он 40 дней получал Тору и когда он спустился, у него были второй раз, у него были уже скрижали, которые он сделал сам, а на них Богом было написано 10 заповедей. Теперь, очень интересно это сравнение, что первые скрижали сделал Бог и Бог же написал заповеди, вторые скрижали сделал Маше Рабейну, вытесал из камня, а Бог на них записал заповеди. И это метафора, которая, и самая важная метафора по изучению Торы, ты должен подготовить себя, сделать скрижали своего сердца, то есть, у тебя должно быть желание постигнуть Бога, у тебя должно быть желание понять, что Бог от тебя хочет, то есть, ты создаешь свои скрижали и это твое желание, твоя вера, твое желание, чтобы я хочу понять, что Бог от меня хочет и тогда Бог пишет на твоих скрижалях, он пишет свои заповеди, то есть, мы тогда, как сказал царь Соломон в Мишли, что то запиши Тору на скрижалях своего сердца и значит повяжи их на горло свое, то есть слова Торы нужно произносить, когда ты учишься, поэтому я вас очень прошу, если вы что-то для себя узнали, то вы это для себя конспектируйте, а потом произнесите это вслух, даже если никто вас не слышит, не для человека, а просто для себя. Тору надо произносить, то, что исходит из твоих уст, ты запоминаешь, лучше, чем то, что ты слышишь. Все, значит, то, что получил Машарабейну, это называется, он записал это как письменная Тора, пятикнижая Моисея, так и называется, пять книг Торы, письменной Торы и все остальное, это устная Тора, разъяснение письменной, он 40 лет обучал еврестий народ. И мы с тех пор изучаем письменную Тору, это то, что мы можем прочитать, пятикнижая Моисея, и потом добавили туда книги пророков, и устная Тора, это то, что передавалось во всех поколениях из уст в уста, от учителя к ученику, и только в 2000 лет назад, когда еврестий народ уходил на воспитание, в изгнание, то мудрецы посчитали, что можно устную Тору записать. Теперь, название сайта, где можно назвать, задать раввинам вопрос, я знаю, что самый вот проверенный сайт, за который я гарантирую, это сайт talldot.ru, там можно задавать вопросы, наверняка они есть, но я не знаю, как там работает. На talldot.ru сидят специальные раввины, прям проверенные, которые учат Тору классика, и отвечают на вопросы. Есть огромная там, огромная база данных, огромнейшая есть база уже ответов на вопросы, возможно, вы там найдете ответы на свои вопросы. И там же вы найдете историю, как четверо зашли в пардес, просто можете погуглить, сайт talldot.ru, там все есть. Все, друзья, удачи, успехов, я должен бежать, завтра урока не будет, моего урока не будет, но будет ссылочка на лекцию практической мудрой стороны, как учиться, как молиться, и как соблюдать заповеди, и как это все работает.